друзья всем привет всем привет дорогие телерадиослушатели подписчики бездельники начинаю свои обзоры по ключевым трендам тем более что их очень много за выходные прошло масса партийных съездов которых которые позволяют говорить о том что пошли процессы связанные с избирательной кампанией правда ее могут стопануть в конституционном суде но по крайней мере обозначился рисунок по политическим силам кто кого заводит опять-таки еще до конца он не виден потому что по мажоритарщикам информации нет по многим спискам до конца информации нет но по партиям которые лидируют и которые будут определять рисунок кампании и конфигурацию верховной ради уже можно скажем так делать определенные выводы и начну я с голоса потому что он провел свой избирательный этот господи съезд вчера где были выдвинутые списки и я могу сказать следующее при всем моем скептицизме относительно вакарчука я это никогда не скрывал и 250 раз его критиковал там за непоследовательность и серость и половинчатость и т.д. и т.п. но он очень хорошо подошел к списку наверное у него самый сбалансированный на текущий момент список и в принципе это очень хорошо помните на протяжении последнего прошлого года точнее говоря прошлом году наш украинский студ будущего тоже такая могущественная организация как оказалось он двигал тему и в докладе она была на с прогнозом на 2019 год мы двигали тему о том что украина подошла к рубикону когда основные скажем так ресурсы исчерпаны в рамках существующей модели 2 украинской республики и поэтому эти выборы выборы спаренные 2019 года президентские парламентские они будут критически важными для того чтобы страна перешла в качество на иную ситуацию для того чтобы перешла к от слов к делу и ну мы начали переход к третьей республики то есть новой модели которая будет избавлена от существующих недостатках о недостатках мы с датюком и с многими моими гостями не раз говорили поэтому я не буду повторяться дам там ссылочки на некоторые интересные видео беседы но напомню что мы говорили что если победит вот это существующая старая коалиция там либо будет большая вероятность реванша со стороны бывших регионалов то в принципе для украины это чревато серьезными проблемами потому что руб из рубикон мы перейдем форме надлома потому что значительная часть скажем так активного населения значительная часть новой элиты просто скажем так перестанет верить в то что в украине можно что-то сделать стоящее и продолжится вот этот вот исход миграционный отток мозгов бегство рабочей силы и т.д. и т.п. который приведет к тому что страна просто будет обескровлена даже не за счет там конфликта на донбассе и противостояния с россией а просто обескровлена демографически потому что здесь тенденции просто страшное и поэтому мы говорили о том что рубикон 2019 года украина должна пройти в формате когда начнется полноценный слом вот этой старой элиты она начнется выбрасываться за борт в той или иной пропорции но начнется выбрасывать и критически важно обеспечить это на вот этом вот дуале выборов которые будут девятнадцатом году и судя по всему этот рубикон мы пройдем в лучшей форме в лучшем формате потому что анализ списков голоса и слуги народа которые выступают такими полюсами хедлайнерами но прежде всего речь идет о слуге народа потому что я не уверен то в позициях голоса но все же можно видеть что много хороших светлых умных людей окажутся в следующем парламенте и он очень серьезно обновиться обновиться скорее всего более чем на 50 процентов так вот возвращаясь к списку голосом почему мне понравился список голоса точнее говоря в чем мне понравился а в чем не понрав не понравился и соответственно ну какое у меня отношение к партии голос в чем не список понравился в том что он действительно сбалансированный и цельный и видно что значит вакарчук он постарался вместе там с наглядовой рады которая у них была как он говорил и семи человек по моему они постарались сделать так чтобы в этом списке были люди близкие по духу по мировоззрению по пониманию того как нужно двигаться то есть это такие украинские чикагские мальчики или стэнфордские мальчики потому что большинство из них там училась на курсах в стэнфорде там и вот в этих университетах оля ель оля гарвардами так далее это первая составляющая вторая составляющая великолепный ход с притулой шоумен сергей притула которого они разместили на 30 место в списке поскольку это обеспечивает что это обеспечивает то чего не хватало вакарчуку вакарчуку и многим вот этим чикарским мальчиком потому что вакарчук сам по себе несмотря на то что он выдающийся музыкант украинский как политик он достаточно блеклый и невыразительный то есть он вот это городит постоянно свои набор прописных каких-то истин вот которые они там когда учились в стэнфорде узнали услышали от фрэнсиса фукуяма там от кого-то еще и они носятся с ними как дурень со ступою я их даже называю такой пионерии да вот это вот стэнфордская пионерия которая с яростью неофитов доказывает какие-то простые истины о том что институты важны и вешал коррупции отца погано счет под потребно забеспечит и прозорость ну это все это все хорошо хотя бы то есть на уровне на базовом уровне понимания того что это хорошо что это нужно и это в голове у них сидит в отличие от многих наших прожженных коррупционеров которые будут лезть там по другим партийным списком ну возьмем там тот же самый то же самую оппозиционную платформу где мы видим набор одних и тех же людей которые год за годом десятилетия за десятилетиям вылазят за них голосуют эти бабушки пенсионерки и там принципе обновлять никого не нужно потому что там все на стандартных каких-то вещах вернем там нашу былую трудовую славу вернем наследие советского союза будем дружить с россией там то все нужно уважать трудового человека конечно его нужно уже уважать но это все в такой нафталиновой оболочки подается на которую покупались и уже все меньше и меньше покупаются вот люди старшего возраста где-то там на юго-востоке так вот принципиальное отличие в том голоса что если скажем так в оппозиционной платформе за життя в этом медведчуковской идут московские мальчики то здесь идут чикагские мальчики со своими тарканами но скажем так лично мне эти тарканы ближе потому что они более современные больше более понятные более глобальные потому что люди читали там или встречались с робинсоном каким-нибудь я джемоглу вот с найлом фергенсоном там и вот читали там мартина ван кревальда опять-таки возможно лично общались и многих многих других современных западных выдающихся классиков скажем так теоретической мысли бизнес мысли там и так далее так далее и поэтому скажем так эти люди хорошо понимают что такое современный мир это наше поколение x вот в этой прослойке представленной скажем так западной украиной там столицей да и которые очень и очень западная вот ну в принципе это неплохо да это неплохо но проблема их заключается в том что многие из них это люди которых плохо знают массы а выборы это массы если ты не можешь повести за собой массы если ты классный профессионал но тебя тусклое лицо и ты не можешь людей убедить в том что все должны дружно взявшись за руки бежать на выборы как это сделал зеленский на президентских выборах то у тебя будет маленькая нишевая партия которая очень часто скорее всего он может не преодолеть даже 5 процентный барьер поэтому необходимо массовость которую можно обеспечить за счет простоты языка за счет хорошей узнаваемости скажем так раскрутки и как следствие это может соответственно мобилизировать ту социальную группу либо социальная группа на которые ты нацелен так вот у вакарчука в этом плане проблемы потому что вот эти вот сегменты профессионалов которые он привлек в свою команду паша кухта там ваня примаченко там и другие ребята сергей рахманин тот же самый известный авторитетный его сам глубоко уважаю читал там еще когда студентом был сергей рахманин и зеркало недели заместитель главного редактора так вот это все люди безусловно интересные выдающиеся профессионалы но у которых маленькая маленький охват и с этим у вакарчука соответственно проблема и поэтому я считаю ход с притулой абсолютно блестящий так же как его размещение на 30 месте в списке потому что этот ход позволяет ему выйти на ту массовую аудиторию которая стоит за притулой поскольку он популярен как шоумен которого знает очень хорошо молодежь которого знает вот как раз тот та социальная группа молодая которая была вовлечена в политику зеленскими которая сейчас жадно впитывает скажу так миазмы политического процесса назовем это так и вот притула позволит я думаю скорее всего позволит вакарчаку подтянуть к себе какую-то часть молодого электората а его размещение на 30 позиции будет играть ровно такую же роль как размещение садового на выборах четырнадцатого года в самопомощи в конце списка когда садовой отказался по сути так от прохождения в парламент для того чтобы протащить как можно больше людей и это сработало это сработало мы знаем как много людей попало значит через сада помощь в новую верховную раду тогда и правда сейчас это не спасло самопомощь от фиаско но по совершенно другим причинам не будем их разбирать я я них уже говорил поэтому технологический ход с притулой правильный со всех сторон и за и это вторая похвала для вакарчука которого я хвалю очень редко вот поэтому еще очень мне понравилось то что они делают все достаточно скромно быстро без вот этих совковых заседаний зачитали рассказали кстати слуга народа сегодня точно также сделал за полчаса все шик 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 быстренько оторванили списочек и побежали кушать шаурму вот поэтому голос в этом плане показал в принципе хороший задел на то чтобы рвануть потому что сразу пошли слухи а вдруг они возьмут там 10 процентов а вдруг они возьмут 15 процентов смотрите какой хороший список ну посмотрим как они рванут потому что социология там показывает что они колебаются на грани прохождения там да но я думаю что список все-таки хороший канал каналы коммуникации есть пинчук поддерживает вакарчука это ни для кого не секрет на презентации на съезде присутствовал отпустили оси тиви единственный оси тивили кого-то из пинчуков из пинчуковской пола я не помню скорее всего оси тиви остальные журналисты там стояли ждали пока они проведут съезд и выйдут потом и журналистам тоже дали комментарии но не важно важно то что через пинчука есть выход на большую аудиторию с этим у вакарчука проблем нет ключевой вопрос кто пойдет еще по мажоритарке кого они наберут на мажоритарку это первый вопрос второй вопрос что ему придется очень серьезно биться с другими игроками которые сидят в этом электоральном сегменте и вот здесь наступает еще один интересный момент который больше всего меня радует что все выглядит так на сегодняшний момент что вакарчук может сожрать электорат порошенко если у порошенко изначально надеялись что вакарчук будет выступать таким сателлитом bpp light форме bpp light то судя по списку судя по списку вакарчук в принципе старается отмежевываться от такой позиции опять-таки посмотрим что будет на мажоритархи эти потому что там всегда много сюрпризов но сам по себе список показывает что людей близких порошенко там ну в принципе я по моему даже особо не помню вот ну из таких серьезных каких-то токсичных поэтому это очень хорошая новость и на мой взгляд лучше пусть парламент даже если у него там есть какие-то какие-то отношения с порошенко там либо с его окружением так вот если вакарчук пролезет в парламент и проведет вот этот список кто это будет лучше чем порошенко затащит гамбузом вот эту всю свою унылую братью а лучше всего чтобы порошенко вообще туда не прошел вот тут просто чтобы вылетел нафиг и без депутатской неприкосновенности остался потому что все эти герашенки поруби этот идиот все эти прочие значит одиозные личности из его политической силы либо из народного фронта как тот же самый поруби они ну это просто позапрошлый век и когда смотришь вот мы сейчас на потуги как петр алексеевич улыбается как вот это вот свою был улыбку фирменную показывает показывает изображает какой он зайчик как как у него там все хорошо и вот ну вот честно хочется просто обливать точно так же как от гройсмана который пролетает это всем очевидно украинская стратегия пролетает потому что нет никакой украинской стратегии и нет никаких особо там перемог вот все про и вы поняли и поэтому вакарчук на этом фоне он как раз когда я говорил о рубиконе он как раз хорошо вписывается в в преодоление этого рубикона поскольку возможно его политическая сила не будет очень удачливой возможно она вообще скажем так будет малочисленной но если зайдет парламентом 20 30 человек может быть 40 человек это опять-таки будет лучше чем 40 пробию верховной ради и с ними ну можно скажем так разговаривать там полно рациональных людей что мне не нравится почему я не буду точно голосовать за за голос потому что там полно людей которые разделяют вот эту вот скажем так линию на украинизацию которую благополучно запустил пётр алексеевич то есть они искренне думают что вот этот набор эрзац идеологии форме армия мова вира ну армия армию выкинем потому что армию нужно всячески развивать поддерживать впк поддерживать и так далее но не так ублюдочно как это делал пётр алексеевич но вот эти два компонента вторые они ну в корне неверны и неверно в том плане что их не нужно продвигать так агрессивно и так тупо то есть я не выступаю против украинского языка я вильно разговариваю украинскую мову и больше того я сам у повсякденному житті в побуте я разговариваю украинскую мову мы в семье разговариваем украинскую мову особенно когда я тут зараз на волыне але но на уровне национальном нашей сложной страны это политика она ущербная и она неправильная все должно быть мягко спокойно не нужно вытеснять русский язык тупо и претирая человеческое достоинство и самое главное права потому что как я уже 250 раз говорил речь идет о правах поэтому порошенко сделал все таким образом что язык даже для таких толерантных людей как я он стал маркером и поэтому вот позиция политической силы голос по гуманитарным проблемам меня не устраивает это первая составляющая а вторая не устраивает что они относятся к тем людям которые ну которых я называю космонавтами у стэнфордские космонавты да то есть они с одной стороны знают вот эти все глобальные проблемы какие-то тренды ситуацию на нью-йоркской фондовой бирже там где-то еще как там силиконовая долина развивается но походу они очень плохо часто знают свой народ или вообще его не знают то есть это публика очень часто бывает там где-то в европе в штатах гораздо больше и чаще чем в 50 километровом радиусе от большого мегаполиса типа киев там львов или одесса то есть в основном эта публика живет больших глобальных городах точнее говоря в глобальном городе киеве который у нас единственный глобальный вот либо вот в миллионниках и ну в принципе она плохо чувствует эти настроения и это ключевая проблема мне кажется голоса в отличие от зеленского у которого гораздо больше людей всяких вот от сахи что называется которые ну как-то там ближе к народу и и тоньше чувствуют вот эти настроения хотя там тут кстати тоже много вот людей такого же качества как и у вакарчука вот поэтому вот такие люди стэнфордские космонавты как их называю они оказываются в роли абрамовича сада в позиции помните был у нас такой министр и литовец который с одной стороны ну вроде правильные вещи говорит ну но вот пока он не понимает что вот как она глубинное государство тут работает этот наш глубинный народ который тоже присутствует глубинные институты и т.д. и т.п. то разбивает просто лоб до крови но не только свой лоб но походу разбивает и народный лоб потому что действует в логике западных практик которым он привык на почве византийщины в которой мы живем и получается скрещение скажем так уже ежа и соответствующий продукт который мы видели на протяжении 5 лет поэтому мой подход такой действовать нужно исходя из того чем мы являемся кем мы являемся и соответственно вестернизация и модернизация украины должна происходить максимально органично то есть в каких-то вещах где нельзя оттягивать и нужно принимать быстрые решения как это касается силовых органов и ограниченного количества элиты там нужно принимать жесткие быстрые решения но в том что касается трансформации общественного сознания и скажем так установок ну большей части народа то там нужно действовать филигранно спокойно не внося хаос в очень сложные отношения межконфессиональные там относительно истории относительно отношений с другими там окружающими соседями там и т.д. и т.п. вот я против того чтобы слон украинского государства топтался в этой сложной посудной лавке с гуманитарной продукцией назовем это так и вот я боюсь поэтому связи с этими ребятами я боюсь что многие из них просто это не понимают и могут не понять но тем не менее мне кажется что все-таки многие из них вполне иррациональны с ними можно говорить и можно попытаться изменить их точку зрения вот и в этом плане они лучше вот это все глубинной швали которая думаю только о том как залезть в государственные институты и начать качать оттуда ресурсы отсасывая у народа жизненные соки просто беспощадно поэтому заканчивая по голосу мой вердикт таков что в принципе вакарчук перегруппировался и выдвинулся достаточно успешно его перспектива ну далеко не сияющие там как пытаются сказать что 20 процентов отхватит где не думаешь он хватит 20 процентов потому что он играет на патриотическом вот этом поле в 25 5 процентов которые приблизительно оцениваю национал демократическое такое поле с либеральными вкраплениями вот она плюс либерал это 25 15 где тогда то есть совокупно это 40 но там очень серьезно занял свои позиции зеленский это раз два на национал демократическом поле он будет противостоять порошенко греценка потом юлия владимировна ну мышь не забывайте про юлию владимировну юлия владимировна имеет свой сбитый электорат ну я имею ввиду сплоченный который за нее будет голосовать да там возможно отколется связи с тем что вышел зеленский вышел вакарчук вот эти вот либералы всякие там да и все недовольные порошенко потому что порошенко сбили поэтому те кто голосовали за нее на президентских выборах они будут растаскиваться и поэтому юлию владимировне тоже нужно будет очень серьезно постараться чтобы набрать голоса и у него недалеко точнее говорят далеко не все так хорошо как скажем так казалось даже после второго тура президентских выборов потому что пошла очень мощная конкуренция и видно отторжение о значительной части украинского общества старых элит и все что с ними связано вот эта ключевая проблема и тимошенко и порошенко и многих других игроков поэтому у юлии владимировна тоже будет жизни сахар это во-первых а во-вторых и это плюс ее у нее есть ядро у нее есть ядро крепкое ядро стальное которое за нее пойдет и по крайней мере на этих выборах пойдет еще в огонь и и воду и вот вакарчуку тоже придется с этими значит тенденциями бороться поэтому на этом поле крайне жесткая игра в отличие скажем от юго-востока где зеленский доминирует я думаю что зеленскому там будет проще потому что партия регионов до сих пор не пришла себя после нокаута в 2014 году и мы видим проблемы связанные с значит проблемы связанные с объединением медведчуковская фирташевской левоченковской части с значит сахметовской частью это привело к тому что они таки не договорились идут разными блоками причем не договорились судя по всему насколько я знаю по в том числе под воздействием русских которые не захотели такого объединения потому что ахметовская часть она ведет скажем так это плохие наши парни если медведчуковская фирташевская часть это такие плохие пророссийские парни то ахметовская часть от такие плохие наши парни вот я бы и так спозиционировал с примкнувшими там этой партии мэров вот как они там суди по делам или что-то так я уже вылетел из головы на прошлой неделе они проводили съезд кернаст рухана вот это все братья где коломойский имеет тоже свое определенное влияние короче где мэры разбойники назовем их так так вот вот этот вот на юго-востоке получается общий кусок это где-то 15-20 процентов вот этих вот мэры разбойники плохие наши парни плохие пророссийские парни вот это 15-20 процентов тогда совокупно то что на что не могут претендовать и зеленский конечно же занявший центр он очень жирно сидит и как мы видели на последних опросах социологических что после инаугурации его рейтинг подскочил под 50 процентов почему да все понятно люди любят резкие шаги разгон парламента понравился первые шаги понравились и поэтому при такой динамике если выборы будут 21 июля то у него будет все очень и очень неплохо поэтому на западе где большая плотность на западе в центре где большая плотность там ситуация сложнее поскольку как я уже сказал больше желающих попасть в парламент больше игроков которые топчутся на различных полях вот который соприкасается опять-таки друг другом и как следствие высшая конкуренция вот так вот поэтому ну на десять процентов я думаю вакарчук может претендовать хотя опять-таки надо посмотреть динамику в ближайшие две-три недели как пройдут как по как мажоритарщики по этому и так далее но все-таки его позиции укрепились вот мое ощущение такое теперь наверно в отдельном ролике запишу слугу народа потому что так уже достаточно много выглядела господи много записал вот давайте на этом пока заканчиваю сейчас буду писать следующий ролик по слуге народа а вы ставьте лайки комментируйте короче говоря делайте вот это вот все что делают в этих случаях для того чтобы информация разлеталась и свет истины доходил до вас до нас до нашей великолепной молодежи в том числе все пока до новых встреч